ДИМА И МАРИЯ Слушайте, вы знаете, где вы сегодня оказались? В стране безопасности. Правильно, страна безопасности. Это удивительное место, где с вами никогда ничего плохого не случится. На протяжении четырех дней мы будем учиться правилам безопасного поведения практически в любой жизненной ситуации. Это первый момент. А, и кроме всего этого, мы расскажем эти правила нашим маленьким телезрителям, чтобы они тоже знали. И второй момент, это то, что это соревнование, конкурс, а это значит, что четыре дня мы будем усиленно бороться за победу. В конце четвертого игрового дня мы определим победителя, вручим ему главный приз, звание специалиста по детской безопасности. Но тот, кто проиграет, ребята, без подарка тоже не останется. Поэтому у вас очень хороший стимул работать, не расстраиваться ни в коем случае. Ребята, вы уже не первая команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности. Вы знаете что? Все игры показали, что бороться нужно до самого последнего момента, до последней минуточки. Победу можно вырвать просто даже на финишной прямой. Так что, я думаю, пора уже настроиться на победу, если вы еще на борьбу, если еще не настроились. Как? Настроены побороться? Да. Дима? Да. Да. Отлично, хорошо. Ребята, тема нашего сегодняшнего с вами разговора «Я учусь говорить нет». Просто сказать «нет» это достаточно действительно несложно и легко. Если бы у вас сейчас спросили, на улице идет дождь или не идет дождь, вы бы посмотрели в окошко, убедились, что дождя нет и ответили «нет». Это очень просто сделать, потому что этот ответ «нет» не содержит обиды. Обидеть таким ответом человека нельзя. Но есть такие вопросы, ребята, когда действительно человека можно обидеть. И тогда очень неловко говорить «нет». Тем не менее, ребята, в жизни есть очень много ситуаций, когда говорить «нет» просто необходимо. Причем не тихо, а очень громко и уверенно. Именно этому, ребята, и будет посвящен наш первый конкурс. Он называется «Зелено-красное». У каждого из вас, берите в ручки, есть две карточки. Одна красная, одна зеленая. Я буду читать вам высказывания. Если вы с ними, ребята, согласны, то вы поднимаете какую карточку? Зеленую. Зеленую, правильно. А если не согласны, то, соответственно, красную. Красную. Быть надо, ребята, очень внимательными. Потому что, кроме того, что ответить нужно постараться правильно, потому что за это у вас будет возможность заработать одну фишку за каждый правильный ответ. А если вы сделаете это еще быстрее соперника, то дополнительно еще одну. Поэтому внимательность прежде всего. Итак, вы готовы? Да. Тогда, внимание, я читаю первое высказывание. Прежде чем открыть входную дверь, надо прислушаться и посмотреть в глазок. Правильно. Машенька, вот так вот держи. Высоко не поднимай карточку. Я быстрее. Ага. Быстрее, Маша. Правильно. Правильно думала, но чуть-чуть быстрее, чтобы не отставать от Димы. Правильно, ребята. Действительно, в глазок нужно перед тем, как войти в квартиру и выйти, нужно обязательно сохранять определенные меры предосторожности. Ну, вот, в частности, смотреть в глазок. Правильно, ребята. Правильный ответ. И у Маши, фишка, соответственно, и у Димы. Правильный ответ. И у Димы одна. За что? За скорость. За скорость. Молодец. Машенька, ты тоже включай скорость. Окей? Итак, второе выражение. Слушаем внимательно. И быстро реагируем. Уходить из школы с незнакомым человеком можно, если он сказал, что его прислали ваши родители. Молодцы. Одновременно подняли красную. Правильный ответ. Нельзя, ребята. Ни в коем случае, чтобы вам, чужие люди, которых вы не знаете, не говорили, ни в коем случае с ним уходить нельзя. Ни из школы, ни из какого-либо другого места. Молодцы. Очень быстро отреагировали. Поэтому две фишки вам даю. И за правильный ответ, и за скорость. Молодцом. Итак, слушаем внимательно. Третье выражение. Домой можно впустить незнакомого человека, если ему надо срочно позвонить. Разные у вас оказались ответы. Так кто же из вас все-таки прав? Как считаете? Незнакомого человека, если ему очень-очень надо позвонить, можно впустить в квартиру? Нельзя. Да, Машенька, нельзя. Чтобы он... Люди, знаешь, придет незнакомец, который какие-то плохие мысли в голове имеет. Он тебе такого наговорит, что ему срочно надо. Ни в коем случае слушать их нельзя. Поэтому Дима быстро среагировал и правильно. Две фишки. Молодец, Дима. Слушаем четвертое высказывание. С незнакомыми людьми нельзя заходить в лифт. Ай, да молодцы. В кавычках. Ни в коем случае с незнакомыми нельзя заходить в лифт. Нужно было поднимать зеленую. Ребята, ни в коем случае с незнакомыми людьми вообще никуда ходить нельзя. А тем более заходить в лифт. Ясно? Запоминайте. Фишки из-за скорости, из-за правильного ответа остаются у меня. Ну что, первый конкурс завершен. Кладите карточки на стол и считайте, сколько фишек в нем вы заработали. Маша? Три. Дима? Шесть. Дима, шесть. Отлично. Первый конкурс сыгран. Впереди еще будет много. А сейчас, ребята, я вас хочу познакомить с очень интересным человеком. Он уже готов выйти с нами на связь. Поэтому поворачиваюсь на к телевизору. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут дядя Виталий, и я работаю в милиции. И наша главная задача – не допустить плохих поступков детей и против детей. Вы уже достаточно взрослые и должны знать, что часто плохие люди и преступники пользуются доверчивостью детей. Предлагают подвезти их до дома или пойти посмотреть что-нибудь интересное или поиграть в любимую игру. Поэтому, если вдруг у вас появилось хоть маленькое сомнение в человеке, который находится рядом, то прекратить с ним общение и, придя домой, обязательно рассказать об этом родителям. А лучше всего навсегда усвоить ситуации, в которых надо говорить «нет». Если незнакомец предлагает пойти посмотреть что-нибудь интересное, например, классный мультфильм, или поиграть в компьютерные игры, согласитесь, очень заманчивое предложение. Но и здесь нужно сказать «нет». А дома обязательно рассказать взрослым об этом человеке. Если незнакомец просит проводить или показать дорогу, можно, конечно, сразу сказать «не знаю» и убежать. Но вы же воспитанные дети. Нужно объяснить, как дойти. А вот брать за руку незнакомца и идти провожать ни в коем случае нельзя. Не поддавайтесь на любые уговоры и заманчивые предложения, даже если незнакомец говорит, что он знакомый родителей. Бывает так, что взрослый очень настойчивый, прицепится, как банный лист. Говорит странные фразы «я думал, ты уже большой, тебе, оказывается, мама не разрешает». Сразу говорите «нет» и бегом домой. Если посторонний или знакомый человек просит дать ему денег, говорите «нет». Скажите, что только что все потратили на покупки или сегодня мама не давала вам денег вообще. А лучше в ответ сами попросите у него деньги, скажите, что они вам очень нужны. Если посторонний человек спрашивает, как вас зовут и ваших родителей, говорить, где вы живете, называть номер дома, квартиры, пин-код от домофона, номер вашего телефона или телефона родителей, говорите «нет». Объясните, что сейчас за вами придут взрослые, вот у них и нужно спрашивать. Если посторонний человек просит ваш сотовый телефон, чтобы позвонить только один раз, говорите «нет». Скажите, что на счету нет денег, мама проверяет, кому вы звоните. На сегодня это все. Я, как всегда, желаю вам успеха в игре и безопасности в жизни. Спасибо! Итак, ребята, наш сегодняшний первый соревновательный день подходит к завершению, но у нас с вами осталось еще одно главное контрольное испытание. И от того, как вы отвечать будете на мои вопросы, вернее, не на вопросы, а как будете отгадывать мои загадки, зависит от того, сколько же фишек вам сегодня удастся заработать. Как я уже сказала, отгадывать будем с загадки. Я читаю загадку, а вы отгадку, вот я вам раздаю, у меня здесь есть такие карточки. Отгадка на этой карточке. Вы ищете, нужно читать, вы уже умеете, вы уже дети взрослые, можно так сказать. Отгадку нашли, и бегите каждый к своему стенду, твой Машенька слева, а твой Дима справа. И отгадку крепите магнитом к нужной картинке, ясно? Ну что, готовы, начинаем? Да. Итак, я читаю первую загадку. Здесь отгадку вы берете и несете, прикрепляете к правильной картинке. Слушаем. Раньше времени не стартуем, даже если вы уже знаете ответ, а иначе накажу штрафным баллом. Кто любит, не устает, пироги для нас печет, вкусные оладушки, это наша... Обижали. Так, ребята, молодцы, поняли, как выполняемые задания, я вижу уже по вашим ответам. Ответили правильно, это действительно бабушка, самые вкусные оладушки и пироги печет. И справились тоже одновременно, поэтому каждому по две фишки. Держи, Дима. Итак, вторая загадка. Я у мамы не один, у нее еще есть сын, рядом с ним я маловат, для меня он старший. Быстрее, 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 быстрее. Ребята, на скорость. Опять вместе. Ребят, правильный ответ, это действительно брат, и одновременно вы сделали. Ну, за скорость не дам, потому что как-то вы так вялотекущее, это все. Но это быстро. Прикрепили, быстренько ко мне мчитесь, ясно? По фишке за правильный ответ. И слушаем следующую загадку. Он трудился не от скуки, у него в мозолях руки, а теперь он стар и сед. Мой родной, любимый. Смотри, быстрее, быстрее. Опять вместе, молодцы. Ответ правильный, ответ быстрый, одновременный, поэтому каждому по две фишки. Итак, последняя загадка, последняя возможность на сегодня. В сегодняшнем конкурсе, в сегодняшнем соревновательном дне заработать фишки. Слушаем, кто милее всех на свете? Кого любят очень дети? На вопрос отвечу прямо. Всех милее. Наша... Опять вместе. Ребята, ну вы молодцы. Такие шустрые, такие быстрые. Ударился? Так, сейчас мы... Я думаю, что столько, такое количество фишек сейчас быстро заживи свою ранку. Забудешь про то, что ударился. Так, давайте считать, ребята, сколько сегодня заработали. Машенька, Дима. Все, можешь уже в коробочке посчитать, смотри. Здесь четыре, складывай сюда остальные. Семь, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать. Машенька, сколько у тебя там засчитала? Десять. Десять, отлично. Дима, а у тебя? Тринадцать. Слушайте, вам за первый день столько удалось много заработать фишек. Если так пойду делать дальше, то, боюсь, вы у меня все заберете. Молодцы, ребята. И разрыв совсем маленький, отрыв. У Маши всего лишь на три фишки меньше, чем у Димы. Ребят, молодцы. Если так будете бороться и дальше, то добьетесь больших успехов. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся и ждем встречи завтра. Пока-пока, ребята. До встречи в стране без опасности. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»